Уважаемые коллеги, Светлана Багитовна, для меня большое удовольствие сегодня участвовать в этой конференции. Конечно, как и многие другие участники, я предпочел бы привычное, большое пространство общения, для того, чтобы мы могли и неформально поговорить. Вы знаете, я начну, пожалуй, вот мой доклад называется «Что мы поняли про образование после пандемии?». Во-первых, я вынужден признать, что пандемия еще не закончилась, и наше понимание еще продолжается. А во-вторых, как раз вот сама обстановка нашей частично дистанционной конференции заставляет сказать, что мы поняли особенно сильно важность спонтанного общения. Проблема с общением удаленным состоит в том, что оно требует специального расписания, особых средств и возможности случайного разговора, произвольного какого-то формирования кружка людей, которые вдруг решили о чем-то договориться или посмеяться, или кому-то посочувствовать. Эти возможности почти исчезали. Вы знаете, Светлана Багитовна говорила сейчас о климате. Вот климат формируется в значительной степени за счет общения. Мы это поняли сейчас очень серьезно. И этого нет в моей презентации, поэтому я решил об этом сказать вначале. Ну, все-таки перейдем к разговору. Вы знаете, великий русский поэт Федор Иванович Чучев говорил, «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Конечно, трудно жить во времена потрясений, но для ученых это очень интересный момент. Вот не случайно здесь у меня на слайде картинка вулкана. Когда есть такая порода ученых, вулканологи, они изучают вулкан, пока он не взорвался, не начал извергаться. Могут это делать в своих кабинетах. А когда он начал извергаться, надо ехать и смотреть. Так вот, когда в марте 2020 года начался переход в России на, как мы говорим, на вынужденное удаленное обучение, то наш институт, довольно большой исследовательский институт, фактически остановил все остальные текущие исследовательские работы, и мы начали смотреть, что происходит в системе образования. На этом слайде написано, как много мы опросили студентов, учителей, вузовских преподавателей. Мы сделали этнографические исследования в семьях. И эта работа продолжается. Мы продолжаем публиковать сейчас статьи. Мы проводим несколько волн этих обследований. Например, студенты вузов в России, мы обследовали их три раза. В марте 2020 года, в июне 2020 года и в июне 2021 года. И мы видим динамику очень интересную. Но я сейчас остановлюсь на некоторых наших наблюдениях, выводах, которые касаются школьного образования. И должен сказать, что масштаб перемен, которые произошли, мы не очень как-то даже понимаем. Когда мы увидели последнюю цифру на этом слайде, 2 миллиона 700 тысяч уроков в день, вот представьте себе, 2 миллиона 700 тысяч уроков до какого-то момента проводились, как они проводились 30, 40 и 100 лет назад в классах. И буквально в несколько дней пришлось каждый из этих 2 миллионов 700 тысяч уроков проводить совершенно по-новому. Это был колоссальный вызов для системы образования. И что же мы поняли? Мы поняли, что главным героем в этой всей ситуации при всем уважении к учителянам, директорам школ, которым было очень трудно. Но самая сложная, конечно, ситуация возникла для семьи. Потому что фактически класс переехал в квартиру, переехал в деревенский дом. Он переехал туда. Мы поняли, что школа является великим уравнителем. Потому что у нас в школу приходят дети из разных семей. Да, они по-разному позавтракали. С ними, как справедливо заметила Светлана Богитовна, по-разному простились. Разные семьи по-разному провожают детей в школу. Но они пришли и сели за одинаковые парты, открыли более-менее одинаковые тетрадки в учебнике. У них включились общие для всех какой-то проекты. А тут оказалось, что дети все работают в разных условиях. Я потом про это еще немножко скажу. Но самое главное оказалось, что семье пришлось выполнять важнейшие функции организации детской работы. Вот этой учебной работы. Потому что в школе есть звонки. В школе, это очень важно, есть коллектив детей, который тащит за собой каждого ребенка. Создаются коллективные действия. А здесь с каждым родителю пришлось работать индивидуально. И надо сказать, уважаемые коллеги, это звучит очень в продолжении того, что говорила Светлана Богитовна, что для школ возник вызов построить взаимодействие с родителями. Родители стали фактически помощниками учителей. И очень для нас тревожный факт, что треть родителей оценила общение со школой во время удаленного обучения на единицу по десятибальной системе. Они были недовольны информацией, которую получали. Они запрашивали помощь, чтобы помочь учителям фактически, и они ее не получали. При этом оказывается, что почти половине родителей младшеклассников и третьей старшеклассников, не родителям, а самим детям, и третьей старшеклассников, требовалась содержательная помощь, не просто даже организационная. То есть среди учеников первого-восьмого класса практически не было тех, кому взрослые как-то не помогали. И для нас это стало очень важным выводом, что даже когда мы вернемся полностью к нормальной системе обучения, нам надо подумать о том, нам надо помнить о том, что семья является основным ресурсом успешного обучения. И нам надо думать о том, как помогать родителям, как взаимодействовать с ними. При этом есть очень интересный момент, что, конечно, семьи разные. Здесь трудно будет действовать так, чтобы один размер подходил для всех. Мы увидели, что есть, например, группа родителей, значительная, примерно треть, которая резко негативно относится ко всем нововведениям, включая дистанционное образование, гибридное образование. А если мы говорим, что гибридное образование – это будущее, то с ними надо работать. Не со школьниками. Школьники – цифровые аборигены. Другая группа адаптировалась к онлайн-обучению, не сопротивляется, но с подозрением относится к его продолжению. И небольшая группа, 20%, считает, что в этом даже есть удобства какие-то. Вот фактически, если мы думаем о том, что гибридное обучение дает больше возможностей детям, и мы верим в это, то эту третью группу надо расширять. Следующий очень важный момент, который мы поняли, что важнейшим требованием, технологиям, которые мы внедряем, является этот, прошу прощения даже, может быть, за этот очень тривиальный вывод. Но нам он кажется важным. Потому что важнейшим фактором, по которому надо выбирать технологии, является их удобство для большинства. Вот не сложность. Понимаете, мы можем найти очень хорошую, эффективную, красивую технологию, но если порог входа в нее будет достаточно высоким, то такая технология в школу не пойдет. Очень плохо, очень печально, что три четверти педагогов, по крайней мере, в России, но мы работали с коллегами из Западной Европы и видим, что это похожие цифры, отметили, что технологии, которые мы сначала им предоставили для онлайн-общения, были просто неудобными. И они в реальности увеличивали объем работ. Я, кстати, как преподаватель, вузовский, тоже работал дистанционно и вынужден... Я оказываюсь среди 40% педагогов, которые в результате вот первого учебного года в этом режиме испытывали большую усталость и признают, что объем работы увеличился. Мы думаем, что цифровые технологии облегчают жизнь. На самом деле наш вывод состоит в том, что они дают возможность большей продуктивности, но не легче. И это надо понимать и при планировании учебного времени, и при распределении ресурсов. Надо учиться у технологических компаний ориентации на потребителя. Они, когда вводят какую-то новацию, они ее сначала пилотируют на небольшой группе. У них есть такой термин «user experience» – пользовательский опыт. Часто ли мы опрашиваем школьников или учителей, удобно ли им работать? К сожалению, нет. Следующий важный, особенно для вузов, острый вопрос – это немножко, может быть, жестко мы говорим, что наши вклады в цифровую инфраструктуру почти обнулились. Мы во многих случаях вкладывали ресурсы во всякие демонстрационные цифровые материалы. Особенно популярны были и остаются интерактивные доступы. И мы практически не вкладывали, например, в коммуникационные сервисы, в удобные системы организации работы, потому что у нас есть такие… У нас есть во многих школах и в России, и в Казахстане, и в других странах системы управления учебной работой. Но когда мы спрашиваем учителей, вы ими пользуетесь, то они отвечают, мы работаем с блокнотом и ручкой, а потом вводим данные в эту систему. Не нужна такая система, если она этого требует. Поэтому мы думаем, что будущее, конечно, за тем, что и школьники, и учителя будут приходить со своими устройствами, а наши вклады должны быть больше всего в современный контент и в коммуникационные каналы. При этом, конечно, довольно тривиальный вывод мы получили, что очень большой трудностью при этом переходе на вынужденное удаленное обучение был низкий уровень владения цифровыми технологиями и среди учителей, и даже среди школьников. Потому что, приведу простой пример, вот, когда переход на удаленное обучение открыл возможности практически безграничного пользования ресурсами, то оказалось, что очень большая доля наших школьников не владеет способами эффективного поиска в интернете. В нашем тесте цифровых навыков было очень простое задание, как найти, какие ты должен использовать ключевые слова для введения в поисковую строку, чтобы получить ответ на конкретный вопрос. Так вот, если не ошибаюсь, да, три четверти обучающихся делали это неэффективно. Только четверть работала относительно эффективно. И, конечно, уважаемые коллеги, вот на этом слайде есть такое реальное фото из России о том, как дети выходят к столбу, значит, на котором стоит раутер, интернет, и потому что дома у них нет интернета, и они приходят сюда, чтобы скачать задание и отправить. Здесь мы ничего не открыли. неравенство, к сожалению, обострилось в условиях цифры. Я говорил уже о том, что школа уравнить. И поэтому, когда мы видим, например, по-моему, тоже Светлана Багитовна говорила о потерях в образовании в ходе пандемии, эти потери существенно выше у детей в тех семьях, в которых оказывалась меньше семейная поддержка, родители заняты, нет нормальных условий для работы и так далее. Вопрос о поддержке детей из семей, имеющих трудности в приобретении ресурсов, в методической поддержке становится исключительно острее сейчас в ходе цифрового перехода. Для минуты еще. Ну вот здесь для тех, кто захочет поподробнее посмотреть, презентация будет доступна. И вот очень интересные есть данные. Мы сравнивали ответы родителей, у которых есть высшее образование, нет высшего образования. И, например, мы видим, что если у мамы нет высшего образования, то в четверти случаев не хватало навыков для использования онлайн-сервисов. А если было высшее образование, то в 15 случаях. То есть во всех ситуациях, когда у родителей нет высшего образования, у детей были худшие шансы, хуже шансы получить поддержку дома. это нам кажется очень серьезным фактором, который необходимо учитывать. и я уже сказал, что нужна среда общения. Школа и университет это не про уроки и курсы. Конечно, обучение, организованный процесс, хорошо спланированное занятие это очень важно. Но вот Светлана Богитна говорила о среде, о климате. Я с этого начал. Они появляются в результате общения. И мы увидели, как это важно. Мы увидели, что мы нам очень везет, потому что у нас как бы оно создается само собой в большинстве школ. Потому что приходят нормальные дети, к ним приходят нормальные люди, они начинают по-хорошему говорить. Но управляем ли мы этим процессом, умеем ли мы к нему относиться технологически, здесь есть большие вопросы. И надо сказать, что очень тревожно вот это данные опросов студентов вузов. По школьникам у нас, к сожалению, нет динамики. Но вы видите, что везде зеленые полосочки длиннее, чем синие. Это доля тех, у кого возникли всякие трудности, в том числе психологические в обучении. То есть при следующем нашем, при следующей волне обследовании доля таких людей росла. И мы сейчас видим очень тревожные факты, связанные с психологическим благополучием. Среди студентов вузов, где мы вот только что закончили исследование, 70% имеют, указывают на психологические трудности в ходе вот этого удаленного обучения, а 20% имеют признаки клинические признаки депрессии. В наших обществах, к сожалению, постсоциалистических не принято всерьез об этом говорить, об этом заботиться. Но, судя по всему, не только школьные психологи, но и классные руководители, и просто учителя должны эту реальность более серьезно понимать. Ну, и завершая, я пропущу несколько слайдов, если можно. Важнейший вопрос, который мы также увидели, это вопрос умения учиться самостоятельно. Не буду на этом останавливаться, но мы все про это знают, учителя про это знают, что легче учить тех, кто учится сам. Но, опять же, а как мы добиваемся роста самостоятельности? Мы с вами, педагоги, используем самостоятельность, но если самостоятельности нет, мы можем пожаловаться родителям, мы можем сказать об этом школьникам, но есть ли у нас педагогические технологии помощи ребенку стать более самостоятельным, более самоорганизованным, научиться планировать? К сожалению, наш анализ показывает, что большинство педагогов и большинство родителей, кстати, считают, что самостоятельность это врожденное качество. Мы с этим не можем согласиться. Если так, то это очень плохая история для нас. Тогда мы не будем справляться с большинством детей. Самостоятельность можно и нужно развивать. Это важнейший вывод. Поэтому, коллеги, завершая, я бы хотел сказать, что не только трудности выявила пандемия, уроки не только в трудностях, но и то, что появились новые возможности. Во-первых, расстояние не помеха. Вы знаете, мы работали, один из регионов, где мы много проводили эмпирической работы, это Якутия. оказывается, в обычные годы из-за низких температур до двух месяцев учебных в году дети не учатся, они не могут ходить в школу в эту погоду. Мы сейчас поняли, как можно с ними в это время работать. Дети, которые по болезни пропускают занятия, мы поняли, что есть возможность присоединить их прямо в класс. Надо сказать, что появилась довольно большая группа студентов, которые сейчас говорят, а можно мы будем два дня в неделю ездить в ВУЗ, а три дня работать дистанционно, потому что они тратят довольно много времени на поездки. Мы увидели, что возник доступ к бесконечному контенту, и это увидели очень многие учителя и родители. И, наконец, несмотря на то, что одни возможности общения снижаются, другие возможности появляются. Вот сегодня мы общаемся с теми людьми, которые в противном случае не могли бы приехать и выпить с нами кофе здесь рядом со студией, и не видеть и не участвовать в нашем разговоре. Поэтому уроки есть и положительные и отрицательные, они еще будут, к сожалению, пандемия продолжается, мы будем рады сотрудничать с Назарбаев интеллектуальными школами в таком анализе. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok